Аппаратное совещание началось с обсуждения дополнительных поступлений федеральных средств в бюджет области. Их окончательное утверждение произойдет на заседании Законодательного собрания, которое пройдет на этой неделе. В целом доходная часть областного бюджета в 2019 году должна будет увеличиться на 7 миллиардов 75,6 миллиона рублей. И таким образом общий объем доходов областного бюджета, я подчеркиваю, не консолидированного, а областного бюджета составит просто рекордные суммы для нас 59 миллиардов 311,6 миллиона рублей. Вот с таким бюджетом мы вошли в 2019 год. Большая часть средств будет направлена к строительству, в том числе для дольщиков. Дополнительные суммы пойдут на реконструкцию Ленинского мемориала и модернизацию театра куклы и тюза. Значительные средства потратят на программу оздоровления Волги и на ремонт систем водоснабжения в районах области. Мне вот приятно было видеть, что в конце прошлой недели был опубликован российское информационное агентство РИА Новости рейтинг качества жизни в развитии субъектов Российской Федерации. В прошлом году мы по рейтингу качества жизни были на 31 месте. Тоже очень-очень высокое. Из 85 субъектов Российской Федерации были 31. В этом году мы по качеству жизни, за 2018 год, по качеству жизни поднялись на 28 место. Далеко-далеко опередив абсолютное большинство субъектов Российской Федерации, входящих в приволжье федерального уровня. Ульяновская область в этом рейтинге уступает только Татарстану, Нижегородской и Самарской областям и Башкирии. В регионе продолжают приниматься меры по дальнейшему улучшению качества жизни. Губернатору был представлен проект по созданию администрации по борьбе с теневой экономикой. В нее войдут представители общественных организаций и предпринимателей, федеральных надзорных органов, региональных министерств. Бороться с теневой экономикой начнут в наиболее проблемных сферах. Большая часть в Ульяновской области – это направление строительства, услуги и, соответственно, все, что касается транспортной инфраструктуры. Именно в этом направлении мы и планируем начать деятельность. Губернатор поручил обратить внимание на легализацию людей, занятых в теневом секторе. Все необходимые нормативно-правовые документы по созданию администрации появятся к 15 марта. Но есть значительные проблемы в отраслях, не связанных с теневой экономикой. Одна из них – здравоохранение. Глава региона потребовал навести порядок в системе лекарственного обеспечения. В семи муниципальных образованиях обеспеченность медицинскими средствами, лекарствами от 10% до 30%. Вот я не получил, можно смекально получил, я точно не получил ни на прошлой неделе, ни за прошлой неделю никаких идей, предложений, криков о помощи, еще что-то такое. Что Христа ради, Христа ради, дайте нам возможность там как-то там, что-то там, чтобы мы вот сейчас опять перераспределяя финансовые средства, может быть там от кого-то там сняли, прошу прощения, так сказать, и направили в первую очередь в порядке. Ничего. Причин недостаточного количества лекарств в прежних долгах медучреждения. Минздраве пообещали решить все проблемы до апреля. Еще одно учреждение должник – кинотеатр художественный. Его проблемы также обещают решить в ближайшее время. Здание отапливалось, отапливается, и мы надеемся, что оно и будет отапливаться в соответствии с той ситуацией, в какой мы сейчас находимся. А среди жителей микрорайона Искры ходят слухи, что на строительной площадке новой школы прекратились работы. Министр образования и науки Наталья Семенова отметила, что эта информация не соответствует действительности. Все необходимые для строительства средства в бюджет заложены. Возмутился губернатор и тому, как производится уборка Ульяновска от снега и домов от сосулек. По словам министра энергетики ЖКК и городской среды Александра Черепана, 20 марта будет объявлен в начале месячника по расчистке города о последствии зимы. В конце совещания поговорили о доставке баллонного газа до жителей сел. Эта проблема, видимо, уже решена. Начиная с понедельника мы добились поставки практически 20% отмеченной потребности за эти 5 суток. И ежедневно в планах развозки с муниципальным образованием на основании заключенных соглашений заключили все доставка газа. Осуществляется и мы осуществляем мониторинг ежедневно. Сколько доставлено, кому доставлено. И вот такая информация у нас сейчас есть на каждое утро и каждый вечер. В настоящее время прорабатывается вопрос о компенсации муниципалитетам за доставку до места жительства каждого потребителя баллонного газа. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда.